Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова, здравствуйте. Киров на втором месте в стране по росту цен на вторичное жилье. Эксперты федерального портала «Мир квартир» проанализировали стоимость квадратного метра в городах с населением более 300 тысяч человек. Самый большой рост показали квартиры на вторичном рынке Архангельска. Киров в списке оказался на втором месте. В нашем городе стоимость вторичного жилья выросла почти на 40%. Третье место у Махачкалы с показателем роста в 35%. Меньше всего за год изменилась стоимость жилья в Москве и Сочи. Рост в этих городах составил менее 5%. Но стоит заметить, что там и так самое дорогое жилье в стране. В среднем по России стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 16%. Кировская компания создала средства для посудомоечных машин из натуральных компонентов. За свою разработку компания МИКО получила грант от фонда содействия инновациям. Эффективность продукта оказалась в два раза выше зарубежных аналогов. При этом средства местного производителя имеют 100% натуральный состав, сообщает правительство области. Для развития инновационного проекта предприятие самостоятельно подготовило и направило заявку в фонд содействия инновациям. Проект стал победителем в конкурсе «Коммерциализация». Компания получит грант 30 миллионов рублей. Средства пойдут на закупку оборудования для промышленного производства. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Маркетплейс. Если вас там нет, то вас нет на рынке. И теперь многие умеют уже грамотно составить карточку товара и увеличить продажи, но не умеют посчитать доходы. А умеете ли вы? Проверим с руководителем компании «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Маркетплейсы – это агенты. Находят вам покупатели, организовывают логистику, хранение, берут за это свою комиссию. Многие тут ошибочно начинают полагать о том, что вот сколько я денег реально получил от маркетплейса. Это и есть мой доход. На самом деле, ваш доход – это итоговая выручка, которую заплатили покупатели маркетплейсу. Проверьте теперь вашего бухгалтера, как он считает доходы и с какой суммы платит налоги. Убедитесь, что вам не грозят до начисления. А если вы работаете без бухгалтера, проконсультируйтесь с экспертами из компании «Бухгалтер и я». Телефон для записи 213-112. Маркетплейс должен приносить вашему бизнесу рост, а не проблемы. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове.